Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, как ваша контрольная работа прошла? Нормально всё? Всё успешно? Да, вроде бы да. Ага, ну хорошо. Так, получилось посмотреть, во-первых, презентацию, во-вторых, 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 вот алгоритм Лемки Хоусона применить к матричной игре, к биматричной игре. Удалось. Да, простите. Получилось найти функцию Лемки Хоуса, вставить её в нашу матрицу, но тогда у нас получилось, что она ищет только равновесие по нэшу чистых стратегий и показывает, что единственное решение — это как раз-таки 001 для облоков и забреков. А то, что единственное решение, оно показывает, прям это видно из кода, да, что это единственное решение? Ну да. Ага. Так, хорошо, поняла. Сейчас я попрошу, наверное, экранчиком поделиться, показать. По поводу презентации нет вопросов, то есть, ну, вот если надо будет оформлять там какой-то результат в виде презентации, то вы справитесь, не нужно сейчас каких-то пояснений дополнительных делать. Да, вроде бы нет. Вроде бы нет, всё хорошо, ладно. Ну, если вдруг будут какие-то вопросы, вы там в чём-то будете сомневаться, пишите. Так, давайте тогда посмотрим, у всех такая же история, как у Виктории, то есть, находится только единственное равновесие по Нэшу или ещё какие-то находятся? Кто-то вообще не понял, как это делать. Это был я. Ага. Ага, пока что не сделали так, Дарина. А вы что-то начали говорить тоже? Я говорю, путного ничего не вышло. Путного ничего не вышло. Виктория, может быть, поделитесь это своим экранчиком, чтобы мы посмотрели? Да, пожалуйста, но вряд ли там что-то есть интересное. Да нет, нет, почему-то, наоборот, вообще очень интересно. Так, значит, вы забили матрицу, получается. Да, ну вот я скачала функцию, то есть параметры. А вы прям нашли вот этот реализованный алгоритм Лемки Хоус, но я поняла. Да, там объяснение идёт вот здесь, что она считает все, что они весь японешу, но я так понимаю, только в чистых стратегиях. Вот. Ну и дальше ничего сверхъестественного не было. Просто он был, соответственно, наш эквилибриум, который получается вот такой, да, получился. Так, 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 так. А можно ещё раз на описание вот этот встроенный Лемки Хоус, который, ага, который написано. Комплименты репивотинг, тата, фосолвинг. Вариант. Странно, вообще написано вроде sample-mixed-strategy, да, здесь указано. Сейчас, синтакс, параметры. Ну, вроде бы он должен сказать именно смешанное равновесие, а не какой-то, ну, в смысле, понятно, что чистая, как бы это, знаете, это часть смешанных стратегий, но в том числе смешанное он тоже должен выводить. А там нет нигде, нигде, нигде ниже описаний, что можно в параметры задавать этого алгоритма. Что здесь есть А, Б, там, К с ноликом, вот. И, может быть, как-то можно регулировать, чтобы он искал, ну, нашёл другой равновесий Апанэш, который тоже удовлетворяет условиям Лемки Хоуссона. Я посмотрела, конечно, было вчера очень поздно, я это делала, но у нас дополнительных параметров, кроме К0 и ограничений я не нашла в данной пенсии. Так, а как они ищут максимум? Давайте-ка посмотрим максимум. Они через индексирование идут. А какую они функцию для максимизации, минимизации используют? Так, до длины, так, плеера сменьшили бы равно. По описанию очень похоже, на самом деле, больше на поиск чистого равновесия по Апанэшу. Но, может быть, это так кажется. Так, а функция B — это... Это вот такая вот вещь. Хорошо. Так, а кто пытался сделать это именно через встроенное нелинейное программирование? Потому что, в принципе, у вас ограничения линейные, а целевая функция нелинейная. Мы видели с вами, когда на примере выписывали, что получается нелинейное ограничение. Вот эта функция, которую мы в прошлый раз смотрели, NLP-конт, да, как так она называлась, не попытались к ней свести, или просто что-то не получилось? То есть, как бы, не используя встроенный алгоритм, а именно применить эту теорему к матрицам, которые нам даны. На каком этапе сложности возникли? Ну, как бы, интересно, давайте. Как вы прячься на духу? У меня была идея. Ну, как бы, я не понял, как это автоматизировать, и решил, ну, для начала ввести все ручками. Ну, да, да, автоматизировать пока что, наверное, даже и не, как бы, я и не ожидала. Просто, чтобы конкретно для этой матрицы найдете какое-нибудь равновесие по Нэшу с помощью, вот, нелинейного программирования. Так, и Николай. То есть, идея была в том, ну, как бы, я еще раз посмотрел на, ну, самую теорему, понял еще раз, ну, как бы, что мы хотим. И, ну, как бы, решил просто ввести характеристическую функцию, которую мы получили, ввести ее в функцию Minimi. Да-да-да. Сейчас, я, наверное, тогда покажу. Да, давайте. Там вообще смотреть не особо есть на что, но просто, чтобы иллюстрировать свои слова. Нет, я понимаю, о чем вы говорите, просто у нас только раз было мало, и, может быть, не все ребята понимают, о чем мы говорим. То есть, вот, я это ввожу, я посмотрел, что вот в нашем примере, вот он вверху. Да-да-да. У нас две переменных, я решил сказать. Ну, у нас их будет шесть, видимо. То есть... Ну, да, еще по ИКу тоже переменные, на самом деле. Почему? А, ну вот, кстати, был вопрос. То есть, по ИКу тоже переменные, их просто сюда вписать? Да-да-да-да. А, вот так вот, то есть нужно... И здесь, конечно, посмотрите, у вас функция Minimi заявлена именно как функция от Y. Вот, а вроде как есть... А, еще функция от Y, функция от X. И, видимо, еще функция от... От P и куда. То есть, P в Q. Вот. Эм. Так, и, соответственно, здесь тоже P и Q. Ну, это как бы комментарий для нас, в общем-то, который... Да, здесь, здесь убираем. Вот. И тогда здесь... Так вот, пусть скобочка не здесь, а скобочка здесь. Вот. Ну, да, я просто не сообразил то, что это такие же переменные. Я думал, что мы их хотим как-то выразить. Ну, то есть, в любом случае, наши ограничения, то есть, просто так и вписать? В смысле, вот как мы их получили? Да, как матрица у нас же получается в наших ограничениях, по сути, слева коэффициенты образуют матрицу. Вот. Ну, вы можете прям получить их 5, А1, А2, А3, А4. Наверное, проще просто сразу в виде матрицы А выписать ограничения левой части. Б тоже тогда будет у вас... Если в матрице А будет, например, три строки ограничений, то в матрице Б будет три правых части. Вот. где знак равно... У нас его там, по-моему, правда не было. Нет, было. Было там, где X1 плюс X2 плюс X3 равно единичке. Там тоже, соответственно, надо будет матрицу ограничений вбить и матрицу правых столбцов тоже вбить. Вот. И после этого воспользоваться. Ну, в общем, звучит громоздко и страшно немного. Ну, на самом деле, давайте, если хотите, можем попробовать это сделать. Вот. И меня вот только в этой записи немножко смущает эта вот ссылка как бы с собакой, что я как миними, это получается функция, да, вот, то есть... Мне кажется, что слишком много собак вот здесь. Ну, я вот не знал, то есть, как еще их ввести. Я посмотрел на пример, да, то есть я вот смотрю, что здесь вот игрока я и ввел. То есть решил, что так же. То есть не могу сказать, что я укопался в документации, вот, но тем не менее. Хорошо, но можно как через Sims их объявить, опять же, и тогда как бы функцию просто... Через что? Sims, да, Sims переменные. А, ну, можно, да, правда. Вот. И тогда просто справа функцию, и не надо будет собак никаких писать. Вот. Получается тогда... Получается тогда... В общем, это все равно еще не очень тянет на человеческий метод, даже вот с учетом всех. Хорошо, ладно. Я поняла, Николай, где сложности возникли у вас. Дарина, вы начали тоже делать, наверное, да? И что-то тоже где-то сбились. Да, Дарина, слышно меня? Ребята, остальные ребята как бы что-то пытались сделать или нет, или руки не дошли? Тихонечко молчите, я вас не спрашиваю, у каждого лично. Просто если вы что-то пытались сделать, в принципе, где сложности были, если вы пытались? Я не пытался, если честно. А Табека не пытались, потому что была непонятна задача, или времени просто не хватило? Задача понятна, но по времени смог уложить. По времени, смотри. Ага, не смотри. Так, и Софья у вас? У меня такая же проблема у какого-то объекта в отсутствии времени. Да, время — это, конечно, такой ресурс ценный. Так, 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 так. Ну, вообще, по-хорошему, конечно, нам бы все-таки, чтобы вы это могли реализовать, посмотреть, потому что здесь вот мы видим, что задача нелинейного программирования, которую мы обсудили, как, в принципе, способ решения, мы обсудили. Надо бы посмотреть, как ее дорешать. Сейчас я подумаю, как лучше выстроить занятие. Хотела бы рассказать про решения Нэша арбитражные, про Калая Смородинского, и потом показать вот эти вот системы, в которых, где искать статью, где смотреть там рейтинг издательства. Вот это, но как будто это тоже не хотелось бы бросать совсем. А можно? Да, можно. Извините, пока вы думаете, у меня маленький вопрос по поводу ограничений в функции минимум. Можно я его покажу? Да, конечно. Наверное, надо было его сразу задать. Ну, то есть, вот, это еще пример с какого-то, с далекого семинара неделю назад, да? Ну, он сам, в принципе, с позапрошлым. Ну, да. Вот, то есть, вот наши ограничения, и вот, ну, как бы, понятно, как мы построили B, то есть, ну, мы взяли коэффициент при X и четырьмя, да, с минусом. Да, потому что нам знак должен быть. Да. Ф-мин-кон, она заточена под под знак меньше либо равно, да? Да. А первый вопрос, а как он поймет, что здесь X1, а не X2? Потому что, смотрите, вот у вас первый столбец ограничений, один минус, где в матрице, в матрице А первые два числа, один минус один. Потом точка с запятой. Получается, это коэффициенты первой строки, левая часть первого уравнения, один минус один. Здесь до точки с запятой получается правая часть первого уравнения минус один. А, то есть, вот эта правая часть, где что? Вот это ноль, это что? То есть, точка с запятой, она вам отделяет уравнение, по сути, ну, неравенство, в данном случае неравенство. То есть, один минус один относится к первому неравенству, единичка к X1 минус единичка к X2. Да. А это единица, единица, она где-то учитывается здесь или нет? Да, она в Б, в Б идет у вас. У нее тоже, видите, помянет знак? А, то есть у нас условно вот эта часть, это левая часть первая, да? Да. А вот эта, это левая часть вторая. И это, соответственно, правая часть первая, правая часть вторая. Правая часть вторая, да. Все, я понял. Вот в этой задаче нужно еще предусмотреть. У вас просто этих неравенств больше, да, будет? Вы их все переверните в сторону меньше. Они, по-моему, все в сторону меньше, либо равно у нас и свернуты. Вот. И просто еще надо матрицу АЕК сделать, где будет коэффициент уравнений. Не неравенство, а уравнений. Это вот в части, где x1, x2, x3 в сумме дают единичку. y1 плюс y2 плюс y3 дают единичку. Вот. И у вас x0, вот это вот начальное приближение, оно будет по размерности должно быть таким, сколько у вас уравнений, сколько у вас переменных. То есть у меня до 8 получается. Получается так, да. Окей. Ну, то есть 0, 2 это x1, x2, x3, y1, y2, y3. Единственное, что здесь он может... Он не понимает, кто из них как бы важнее, x1 или y1. Поэтому, наверное, переменные имеет смысл называть одной буковкой. Просто x как бы 1-8. А нам важно, что... А кто у нас важнее? x1? Мы-то понимаем, что x относится к первой переменной, а y ко второй переменной. А он нет. А он-то нет. Это, по сути, наша договоренность, правильно, которую мы с вами обсуждаем и понимаем. А система, она этого не знает. Какая переменная важнее. Вот. Я думаю, что когда объявляются переменные вот здесь, их порядок, наверное, он, возможно, оказывает это влияние. Вот. Ага, там симс, по-моему, только через y получится. Вот. Наверное, тогда можно. Можно тогда так регулировать. x1, x2, x3, y1, y2, y3, pq. Я думаю, что... Напомните, оно же так пишется, верно? Да-да-да. Все, ну и далее. Да, тогда в мини-ми можете собаку убирать. Она не нужна. Вот. И... А, нет, она так не работает. Окей. Вам запятые, по-моему, там тоже не нужны? Да. Он уже на них поругался. Да-да-да-да-да-да-да. Вот. Ну, в таком самоупрощенном варианте я бы просто их назвала одной буквой, и был бы вектор просто длиннее. Угу. Вот. А разными их можно назвать, или он будет тоже ругаться? Разными, разными этими назвать? Ну, в смысле, вот x1, x2, x3, y1. Я думаю, что можно. Почему нет? Окей. Угу. Угу. Все. Вот. И... Ну, единственное, что мы, конечно, начальное приближение тут с вами выбираем наобум, поэтому не играет роли, как поймет система. Вот. Мы же эти числа 0,8, там 0,2 оставим просто... Несмотря никуда. Ну, да. Вот. Он потом сам подбирает правильное решение. Угу. Угу. Все окей. Я тогда еще покопаюсь. Да. И вам надо вот просто еще матрицу A, ну, у вас нерависть будет больше в матрице A, поэтому будет больше строчек, разделенных точкой запятой. В B будет больше строчек. Следим за знаком меньше либо равно. И нужно дополнительную вести матрицу для уравнений и правой части для уравнений. В смысле отдельную матрицу, да, для... Да, да. Именно отдельная матрица. Вот здесь видите у меня пропуски вот в FminCon. Вот после мат B идет скобочки. Вот если их стереть, там будет запрос на уравнение. Во. АЕК вижу. Вот. И получается, что... А у нас они есть в системе, поэтому что у нас мы требуем, чтобы сумма х давала единичку, чтобы сумма у давала единичку. Вот. Поэтому их... Если мы хотим, чтобы это выполнялось, нужно тоже это вбить. Так, ладно, попробуйте тогда. Окей. Спасибо. Интересно, что получится. Водист он все-таки смешанная или нет. Если он будет выдавать только чисто, я бы пробовала начальное приближение менять, смотреть, что поменяется. Вот. ПАИКО, ПАИКО, нулями задать. Я даже не знаю, это целевые значения их, оптимальные нули. Вот. Наверное, можно задать с нуждами, да. Так. Ладно, хорошо. Тогда давайте с вами досмотрим. Ребята, удалось посмотреть прошлое занятие, там, где начали обсуждать арбитражные решения, или тоже руки не дошли? Посмотрели. Посмотрели. Так, тогда вот мы, по-моему, закончили, обсудили арбитражное решение Нэша. Я, вернее, так вкратце сказала, что надо искать его как точку максимума определенной функции. Аксиоматику, в общем-то, в основном опустила, кроме первой аксиомы. И обещала показать, что такое решение Калайс-Марадинского. Давайте досмотрим. Вот. Если есть вопросы по Нэше, откуда вообще вылезло это выражение, тоже задавайте. Сейчас я тогда лоску включу. Так, записи будем вести на той же доске. Я посмотрела, она вроде бы доступна. Ну, я, правда, на ней не пробовала выписать. Поэтому, если сейчас выяснится, что она недоступна, то я новую создам. И потом-то полазим по сайтам, посмотрим, 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 как, 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 где статьи смотреть. Где вы обычно статьи смотрите? Знаете, вот, у вас наверняка был не с прошлом году. Ну, и вообще, в принципе, наверное, вы статьи, вам приходится с ними работать. Где вы обычно их ищете-то? В этом году... Ага. В этом году в основном статьи брал с сайта Elsewhere. Или как он там читает, правильно? Еще раз произнесите, Атабик. Elsewhere, что-то такое там. А, Альзавир такой. Да, да. Просто он на ту добрал. Ага, ладно. Хорошо. Ну, на самом деле, да, лучше, конечно, не гуглить, а брать вот с такого более проверенного источника типа Альзавира. Ну, или Science Direct, скорее всего, эта платформа называется. Но она как бы под рукой издательства Эльзавир находится, да. Так, сейчас я... О, да. Не той стороны в Туркеве. Везде. Так. Можно еще по Google Scholar? Ну, в теории. Да, нет, можно, безусловно, если как бы уверены уже в качестве статьи, что как бы авторы, это авторы, которым можно доверять. Или вы же ищите... Проверить, да. Ага, да, да, да. То есть, как бы, просто напрямую Google Scholar, конечно, либо у вас уже прямо такой поисковой запрос идет, вы ищете. Вот. Если вы только... Ну, именно конкретную статью я имею в виду. Просто вы понимаете, что нужно найти. Тут Google Scholar вполне себе очень часто выручает. А если вы только подбираете какую-то литературу, то ее, конечно, нужно, если вы ищете на Google Scholar, еще проверять дополнительно, что за издательство, что за авторы. Поэтому в этом плане, конечно, лучше, как бы, если еще сомневаетесь, как искать, то лучше искать через через Science Direct. Ну, подальзоверим, который, например, там. Так, ладно, хорошо, тогда сейчас я досточку открою. Да, открыла. Запись нам... А, ну, давайте включим. Пусть будет. Сегодня Тимс ко мне благосклонен, разрешает включать запись. Хотя, может быть, я зря так думаю. Так, это... Это, по-моему, она не включилась, кстати. Нет, все включилось. Так. Да. Значит, запись включилась. Сейчас поделюсь экраном. Так, 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 так. Так, ну, вот, получается, теорема Лемки Холсона, мы ее обсудили, это целевая функция, ограничение типа неравенств, ограничение типа равенств, которое нужно предусмотреть. По итогу у вас алгоритм нужно вывести либо это, либо это, либо это. И если он выводит что-то одно, меняем начальные данные, вот, которые первое приближение Х с нуликом, чтобы оно было другим. Он тогда начнет с другой точки искать минимум, и поэтому может найти другое решение. Все наши, естественно, удовлетворять эту теоремию, поэтому как бы так или иначе должны напредать либо на то, либо на другое решение. Да. Интересно, почему вот то, что Виктория показывала, почему еще только одного Нэша. Ладно, сейчас я не буду задумываться в этом, постараюсь не впадать, то я могу тут немножко зависнуть из-за этого. Так, значит, смотрите, у нас была вот эта игра, мы ее рассматривали с той позицией, что игроки теперь у нас могут переговариваться. Если они не договорятся, то они получают некоторый исход, который называется точкой статус-кво. Он либо как бы откуда-то известен заранее, либо, если он неизвестен, то принято брать те гарантированные результаты, которые они могут получить, разыгрывая свою матрицу А и свою матрицу Б для второго игрока. У нас Д было не дано, поэтому мы посчитали, нашли точку две трети, две трети. И, соответственно, потом мы должны найти некоторое решение, которое позволит, в принципе, в любой проблеме, не только в этой, найти какие-то принципы справедливости, разумности, каким должно удовлетворять решение вот в такой задаче. и мы обсудили, что, в принципе, если игроки могут выбрать любую зеленую точку, которую мы построили по этой задаче, то, зная статус-кво, они должны, по крайней мере, выбирать, ну, явно не левее, не ниже, а как бы выше и правее. Если здесь систему координат сюда перенести, то в первой четверти это системы координат. Потом мы дошли до того, что хорошо бы, чтобы они выбирали парето-оптимальные точки, и, то есть, вот из вот этой части, из вот этого раз-два-три-четырех уголка, сейчас раз-два-три пятиугольника все-таки, от этого пятиугольника остался отрезок МП, потому что он парето-оптимальный и, соответственно, это таксиемо-групповой рациональности, которая хотелось бы, чтобы решение тоже удовлетворяло ему. Так, а такое тоже... Да, да. А можно вопрос? А вот так случайно получилось или закономерно, что вот у нас, ну, вот то, что выделено фиолетовым, да, МП, переговорное множество, оно, ну, как бы, построено на отрезке между равновесиями по Нэшу? То есть 1, 2, 2 и 1. Нет, это, знаете, это получилось... Как бы это конкретно в этом примере так получилось, потому что в каком-то любом другом примере Нэш может оказаться вообще не на паре-то-оптимальной границы. Например, если строить... Какие вы примеры, знаете, такие в игре... В игре, в игре, в игре, в игре... В игре дилеммы заключенного там Нэшни паре-то-оптимальный. Вот, и поэтому там он точно, его выбирать не будут. Вот, семейный спор... Ну, в семейном споре, по-моему, он паре-то-оптимальный, там похожие, на самом деле, там 2, 1 и 1, 2, вот, или битва полов, может быть, это у вас называлось. Там он как раз паре-то-оптимальный. Ну, и мы, конечно, очень сильно зависим от точки D, потому что если бы точка D, у нас она тоже симметричная, 2, 3 и 2, 3, вот, она могла быть задана, например, 3, 1, 3, 1, она слишком сильно задрала. Ну, не знаю, 1 и 1,5 где-нибудь здесь находилась, то тогда от этого множества остался бы вот только вот этот отрезочек, этот кусочек. Вот, и поэтому тут, конечно, от точки D мы тоже зависим, в частности. Ну, и конкретно здесь мы как бы между Нэшами оказались, да, между равновесиями по Нэшу. Так, значит, другие аксиомы, они, я их вкратце проговаривала, ну, я не знаю, давайте еще раз проговорю. Это аксиомы, которые Нэш, в общем-то, выдвигал. Значит, аксиомы рациональности индивидуальной должны быть не хуже, чем в точке статус-кво. Групповая рациональность, соответственно, это такая точка, то есть решение должно быть такой точкой, которой нельзя продоминировать. По сути, паре-то, лежит на паре-то-оптимальной границе. Вот, третья аксиома, это если мы по каким-то причинам решим пересчитать выигрыш игроков, ну, то есть, по сути, зададим какое-то линейное преобразование над этой матрицей, то решения, которые получаются в непреобразованной проблеме и в преобразованной проблеме, должны быть связаны с тем же самым отображением. Тут такая стандартная аксиома, которая всегда встречается. Какое разделание, посмотри. Значит, третья аксиома была аксиома симметрии, которая говорила о том, что если у нас точка D, если множество симметричное, кстати, у нас здесь симметричное множество, если вы посмотрите, то есть, если есть некоторая точка как бы в множестве зеленом, то есть же она и со знаком минус в этом множестве, но, по-моему, здесь так и есть. Вот здесь 1 минус 1, ей, соответственно, это точка. Да, по-моему, здесь... Нет, не совсем симметрично, потому что вот здесь есть точка 0,2, а здесь... Нет, сейчас... Точка 1,5, 0,2. 0,2, 0,2. А симметричная ей, она отсутствует в этом множестве. Вот, поэтому... Ну, как бы, то есть если... Ага. Ну, вот, вы пытаетесь понять, оно симметрично или нет? Как мы симметрии проводим? Под 45 от начала координат в первую четверть или нет? Ну, на мой взгляд, должна быть осимметрия через... Именно через... Бисектриса первого координатного угла, да, она такая должна быть. Окей. Но что касается определений... Сейчас я тогда вот погляжу, что-то я задумалась, что в определении как будто бы осимметрия немножко другая. Сейчас, сейчас, симметрично... А, значит, да, осимметрично, если есть у1, у2, принадлежащие у, поменяю местами координатки, они тоже принадлежат у, да. Это именно относительно... Относительно первого координатного... Вот, относительно вот этого множества, как бы бисектриса вот этой вот. Так, ну вот мы здесь видим тогда, что точка полтора... Точка 0,2 принадлежит множеству, точка 2,0 не принадлежит множеству, поэтому здесь, ну, не совсем симметричное множество, хотя визуально было немножко похоже. Ну, если бы я вот так скосила бы его вот-вот, так провести бы здесь линию, то я так понимаю, у меня будет симметричное множество. Вот если рассматривать вот такую трапецию, синенькую... Да, так похоже. Да, тут так она будет симметричная. Так вот, Нэш сказал, что если у нас множество U симметричное, точка D симметричная, ну, с одинаковыми координатами для обоих игроков, то решение тоже должно быть симметричное в одинаковой степени оценивать игроков. Ну, вот здесь, видите, я как раз его построила таким образом, что если я проведу бисектрису, проходящую через D, то я упрусь как раз вот в эту точку. Вот. Но, правда, вот это множество было не симметричное, надо сказать, зелёное. То есть я построила её вроде бы как для симметричного множества, но сейчас поясню, почему. Значит, тогда, 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 значит, про аксиома 3. Вот аксиома 4 как раз, которая позволяет, вот графически это решение на самом деле, сказать, почему она лежит на этой бисектрисе. Значит, последняя аксиома, она говорила о том, что если у нас есть какое-то широкое множество захватывающая аксиома, вот аксиома независимости от посторонних альтернатив, она называется, что если у нас есть некоторое множество U изначальное, есть точка статус-кво, и есть некоторое решение, ну, то есть некоторое правило, по которым мы выбираем решение в этой задаче, как игрокам раздалить выигрыш, если они могут договориться, могут общаться друг с другом перед игрой, вот, то если это множество U сузить, вот, например, я сейчас сузила до голубого множества, да, зеленое стало, как бы сузила до голубого, но при этом, как бы, это сужение содержит и точку D, и прошлое решение, то они должны быть, это должно быть одно и то же решение в широкой задаче и узкой задаче. Вот, и получается, вот четыре аксиомы, и Нэш на них показал, что, как бы, вот если есть эти четыре словесных аксиомы, то единственное решение, которое удовлетворяет этим аксиом, это арбитражное решение Нэша, которое в реальности можно найти как максимум, как аргмаксимум, вот такой функции. То есть он посмотрел разницу, как бы, X — это точка решений, это сколько получит первый игрок, Y — сколько получит второй игрок, вот мы смотрим разницу с точкой статус-кво для первого, смотрим разницу с точкой статус-кво для второго, умножаем и стараемся максимизировать эту величину, эту функцию. Вот, и это будет решение Нэша. Ну, если присмотреться, это гипербола. Для такого симметричного множества гипербола как раз проходит вот таким образом. Здесь как раз точка, получается, наилучший результат для этой линии будет. Вот. Вот такая штука. Ну, естественно, были люди, которые это решение, которые посчитали, что это нечестно. В частности, последняя аксиома, вот эта аксиома от посторонних альтернатив, Калайс-Мородинский сказали, что, ну, как так, в изначальном множестве альтернатив-то побольше будет, а мы, если отбрасываем, получается, вот здесь вот мы отбросили часть, часть множества, и решение при этом как бы в более узкой задаче совпадает с решением более широкой задачи, тем не как бы, а получается, что вроде альтернативы-то есть, на которые, на которые может опираться тот или иной игрок. Вот. И они свое решение предложили строить следующим образом. Так, значит, по Нэшу, сейчас давайте по Нэшу завершим. Я тогда подставлю здесь, ой, значит, арбитражное решение Нэша, это будет арк-максимум в данной задаче х-2,3, у-2,3 по х-у, принадлежащим переговорному множеству, вот МП. На МП у нас название есть. Вот. И я полагаю, что по графику, судя по графику, судя по графику, это должна быть точка, которая лежит такое ощущение, что посерединке этого отрезка, так, если это точка 2,1, это точка 1,2, ну, наверное, это будет полтора-полтора. Так, ну, вот это я решение, естественно, взяла из графических соображений, а не из того, что я действительно максимизировала функцию. В принципе, если бы я сдалась такой целью, я бы выразила, составила бы уравнение МП, выразила Y, подставила сюда Y, он бы от XA зависел, вот, и нашла бы максимум этой функции. Это была парабола, там максимум ищется через, даже беспроизводную можно найти, вот, и, ну, надеюсь, что это было бы полтора-полтора. Надо составить уравнение, чтобы вы, или сами проверить, что это будет полтора-полтора. В целом, там надо просто составить уравнение прямой через две точки, и... да, 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 его сюда подставить, получается, Y подставить, и у вас будет функция одной переменной. За счет того, что мы понимаем, что решение должно быть именно на границе, а не где-то, то мы как бы именно подставляем, а не просто максимизируем. Хотя, вот, вы, кстати, можете тоже смотреть, как функцию, получается, нелинейное программирование, да, здесь X, Y, вторая степень в итоге, и ограничение, то, что ограничение это прямая линия этого темпе. И, ну, только надо сказать, что X лежит в каких-то пределах от одного до двух, и ограничение по вот этой линии. И тогда, вот, воспользуясь функцией FminCon, тоже должно найтись это решение. Это чтобы не составлять уравнение, да, можно попытаться таким образом действовать. Извините. Да, да. А можно еще раз? Fn, это у нас что, арбитражное решение Нэша? Арбитражное решение Нэша. Окей. Арбитражное решение Нэша. Вот, ну, в данном случае оно оказалось между двумя Нэшами ровно пополам разделить, получается, играть, играть исходы МП с вероятностями одна-вторая, да, как раз крайней. Получается так. Значит, Николая Смарадинского, решение Николая Смарадинского. Так, это два разных человека. то кажется, что один и тот же. решение Николая Смарадинского. Ну, здесь я полагаю, что будет совпадение с Нэшем, но в принципе решения бывают совершенно разные. Значит, о чем, о чем, о чем говорили Николая Смарадинского. Сейчас я уберу только лишнее здесь. значит, вот это уберем. Нэш, ну пусть Нэш останется. А, тут что-то подписано не мной. А, это на прошлой паре я писала, и он уже воспринимает, я сейчас зашла второй раз, они воспринимают, что это, 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 это я писала. Он воспринимает как некоторого нового человека. Так, ну тогда, значит, что было у Клая Смарадинского? Они предложили такую вещь, значит, они предложили посмотреть, какой бонус от кооперации имеет каждый игрок относительно точки D, то есть, как бы наилучший, взять, как бы наилучший исход для первого игрока, при котором второй получает не хуже, чем в точке статус-кво, аналогично посмотреть наилучший, наилучшую точку для второго игрока, такую, чтобы выигрыш первого игрока был не хуже, чем в точке статус-кво. Ну вот, на этом рисунке наилучшая точка для первого игрока это точка P, здесь он выигрывает двоечку, правильно? Ну вот, и бонус от кооперации я здесь обозначу, это M1. Вот, это наилучший бонус для первого игрока. Вот, для второго игрока в зеленом множестве какая точка самая хорошая? В смысле, точка M? Ну, точка M. Точка, точка, точка M. И тогда бонус от кооперации, по сути, это будет вот, ну вот эта часть, да? M2. и построить некоторую идеальную точку. Назовем ее A. В нашем случае у нее будут координатки 2,2. Она, естественно, недостижима для игроков, потому что она вне зеленого множества находится. Ну, как бы, это точка, в стремлении которой, к которой мы будем делить выигрыши игроков, потому что, получается, мы имеем точку статус-кво, имеем идеальную точку, и нам нужно, мы в тот раз уже говорили, вот Николай как раз говорил, что надо вроде бы эта точка лучше, чем вот эта точка, вот, и надо делить какой-то, как бы, двигаться вроде как к границе МП, там обоим игрокам лучше выигрыш, лучше выигрыш, но, как бы, какую точку выбрать на этой границе. Вот Калай Смородинский предложили взять такую точку, которая делит выигрыши игроков относительно изменений между A и D в той же пропорции, как и их бонусы M1, M2. Графически это означает, что мы должны построить прямую линию, соединяющую D и A, и на пересечении с границей мы получим решение Калая Смородинского. Ну, вот я думаю, что у меня сейчас график не очень хороший, мне кажется, что мы должны были по графику совпасть с Нэшем, потому что точка статус-квозь была симметричная, точка 2.2 симметричная, множество у нас здесь уже симметричное, на мой взгляд, Калай Смородинский должен был совпасть с Нэшем. А у нас координатки D это 2.3, 2.3, да? 2.3, 2.3, да. Я, наверное, не с того угла просто провела, мне надо было, наверное, вот с D, у меня вот здесь находится. Так, сейчас прям с D соединю. и на пересечении с границей получается у нас решит решение, которое называется Калай Смородинским. Ну, когда два игрока, то в пересечении с границей и решение получается парето оптимальное, когда игроков больше, то оно, по-моему, не факт, что будет парето оптимальным, но тем не менее, вот такой подход был предложен. Вот, то есть строить линию границ, если вы понимаете, какую границу вы пересекаете, строить уравнение прямой, проходящей через точку D и через точку A, где Аны лучшие исходы для первого и второго игрока, при которых другой игрок получает не хуже, чем в точке статус-кво. Вот, и на пересечении будет лежать решение Калая Смородинского. С точки зрения реализации это несложно, потому что точка D нам известна, точка A через максимум всегда можно найти, вот, убедившись только, что выигрыш второго не хуже, чем в точке D. Вот. Что еще, что еще. Ну, или максимизирует целевую функцию как бы X или Y, по сути, то же самое будет. И, как бы, найдя эту точку, получается, нам достаточно построить прямую, которая проходит через эти точки, и прямая МПФ в пересечении будет решение Калая Смородинского. Вот. Так, ну, эгалитарное, утилитарное решение тут освещать сейчас не буду, и так я слишком сильно вас замучила этими решениями. Единственное, что могу сказать, что вот этот вот подход, он применяется, конечно, не только к биоматричным играм. Если мы, ну, вот если вы смотрели свою домашнюю работу, индивидуальную, имею в виду, то вы видели, что у вас задача линейного программирования, да, по сути, перед вами находится, вы максимизируете какую-то там или минимизируете какую-то одну линейную функцию. Очень часто получается так, что, ну, если мы рассматриваем какую-то проблему, бывает так, что нужно там не только максимизировать прибыль, но, не знаю, там минимизировать, например, расход какого-нибудь ресурса дополнительно. Там или максимизируем прибыль и там что-нибудь еще максимизируем дополнительно. Максимизируем прибыль и минимизируем там загрязнение, если там про экологию говорить. В общем, очень часто нужно бывает достигнуть нескольких критериев оптимальности. И вот в этом случае как раз очень часто используют эту функцию НЭШа. получается это разность там по первому критерию, это разность по второму критерию. И вот ее стараются максимизировать, только важно, чтобы критерии были в одинаковом направлении, то есть оба на максимум или оба на минимум. Но этого легко добиться, переделав максимум на минимум за счет минуса. Вот. Вот такая штука. Вот такая штука. Значит, по моим ощущениям, Калайс-Мородинский здесь тоже будет полтора-полтора. Ваша задача проверить, что это так. Проверить. Так. Ну вот, если в целом понятно, какие уравнения составлять, что максимизировать, то я бы перешла к статьям. Или есть какие-то вопросы по вот этой задаче? Можно вопрос? Да, конечно. То есть ФКС это именно решение Калайс-Мородинского. То есть и оно находится как пересечение нашего переговорного множества с прямой, которая проходит через через Д и А. То есть из Д и А, да. Где Д это у нас как Д это точка статус исход несогласия. Да, а А это точка недостижимая, ну как бы которая идеальная точка. Во, все. Окей. Идеальная точка. Угу. Ну, если хотите, я могу выписать эти уравнения. То есть получается, что решение Калайс-Мородинского для двух игроков это оптимальное решение. то есть на границе она находится, которая делит бонусы от кооперации М1-М2 в таком же отношении, как и наше решение. То есть получается, что если я посмотрю отношение М1-М2, то решение должно также делить и то есть это А-Д1 М1-А1 это А2-Д2. как раз да, ровно это М1-М2. И вот наше решение должно тоже этим же свойством обладать. Вот. И получается отсюда, что если их поменять местами по правилу пропорции, то мы с вами просто получим уравнение прямой, проходящей через точку А-Д. И при этом Х-Ю лежит на границе. Ну да. Да. Вот оно и будет как раз. Вот. То есть пропорция между бонусами должна быть такой же, как мы в решении, ну то есть мы даем сколько-то игроку один, сколько-то игроку два относительно с точки статус-кво добавляем, даем выигрыш. И получается вот эти добавления должны быть в той же пропорции, как и бонусы от кооперации, передвижение к идеальной точке. Придвижение точки статус-кво к идеальной точке. Вот. Вот такая штука. Вот. Поэтому получается, что у нас такая система и реализуется. Ладно. Значит, тогда давайте с вами вы попробуйте посчитать, проверить. Единственное, могу вам захотеть какую-нибудь более матрицу хитрую дать в том плане, что она не будет прям, решение не будет совпадать? Или вам хватит вот этого, чтобы проверить? Наверное, нам хватит. Ладно, хорошо. Так, ну давайте посмотрим на поисковые системы. Вот. На поисковые системы. Значит, я вам, во-первых, рекомендую пользоваться сайтом, кроме я сейчас самопользуюсь, сайтом нашей библиотеки, да, потому что там все отсылочки к правильным поисковым системам, они, они, они есть. Так, сейчас я, наверное, вот так через все сплайбрали, ссылочка, так вот. Так, 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 значит, и вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, нам нужны электронные ресурсы неувше. Неувше. Вот, я не знаю, делали вы себе или не делали удаленный доступ к этим ресурсам, если не делали, то я рекомендую вам их заказать, вот, потому что, ну, многие статьи, которые могут быть недоступны, ну, чаще всего они недоступны в Science Direct, вот, при входе с данными вышки они становятся доступны. У меня, по крайней мере, данные вот этих библиотечного входа, они отличаются, вот, так, не знаю, от входа на почту, не знаю, как у студентов это реализовано, думаю, что у вас тоже, скорее всего, по отдельному запросу вам этот отдаленный доступ предоставляется. Так, ну, вот здесь написано, если вы являетесь студентом, ну, хотя первого курса, ну, вот, вы уже у меня второго курса, вот, ну, вот у вас в пункте два, да, если вы не получали удаленный доступ, то тогда, вот, там, отправьте посылки и вам придет, мне на почту приходит, по крайней мере, и обновляется там каждые полгода этот пароль. Значит, логин и пароль свой, конечно, лучше никому не предоставлять, потому что, ну, были, были истории, когда кто-то кому-то дал пароль, этот кто-то поставил бота, который скачивал, системы, которые скачивали, в статье этот следила, заблокировал потом всей вышке доступа. Вот, ну, поэтому, как бы лучше, лучше за свой пароль отвечать самостоятельно, и, если не скачивать ботами, ничего. Так, значит, давайте посмотрим, тогда, какие электронные ресурсы тут вам могут быть, могут быть полезны. Значит, ну, базы, нам нужны с вами базы данных зарубежной периодики, сейчас базы данных, наверное, я бы вот сюда тогда перешла, да, так и есть. И вот здесь, вот, есть Science Direct, он под, 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 под руководством издательства Альза Вирон находится, в общем-то, на него можно перейти, и, ну, если вы планируете там вот прямо искать литературу и именно сразу там прочитывать, скачивать, то лучше, конечно, заходить через онлайн доступ, если там у вас доступа к паролю еще пока нет, а вы просто хотите поискать что-то по тематике, можно просто перейти в Science Direct и сначала, как бы, поискать, что там есть. Да, я здесь зашла через библиотеку, поэтому он мне предлагает ввести логин, пароль, я на памяти не помню, там, какой-то последовательный цифр очень длинный. Я просто тогда перейду по Science Direct, ссылочки, я вижу, что это Science Direct, и решила поизучать, искать, что там есть. Значит, я тогда вот обычно где щелкаю и там ввожу логин, пароль свой, и меня пускают на Science Direct. Значит, в данном случае я, поскольку свой логин, пароль не помню, может, сейчас посмотрю, войдем с вами, если нужно. Ну, вот, вводим Science Direct, у нас с вами выпадает система, в которой можно искать статьи, вот, они все включают, здесь должны быть статьи не только издательства Альзавир, но и в том числе других издательств. Ну, давайте поищем, например, по Шеплевелью. Так, мы сможем посмотреть там последние три года работы, здесь упорядочить при необходимости, если нужен конкретный автор. Ну, я думаю, что автор Шепли уже смысла большого искать нет, потому что он уже в эти годы не работал, он уже скончался, к сожалению. давайте посмотрим автора, какого автора можно посмотреть. Ну, давайте Шепли попробуем, я потом угадал, уберу. Так, он уже фильтр убрал. Так, ну, Роберт М. Шепли, это не тот Шепли, конечно, который, Лойд Шепли, ну, вот, 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 вот работа, собственно говоря, Лойда Шепли, которую можно посмотреть, связанную, в ней, видимо, используется Вектор Шепли, судя по всему, в журнале Games and Economic Behavior, это хороший журнал, сейчас мы посмотрим, как посмотреть, что это, это хороший журнал, вот, ну, кроме того, что как бы автор, это автор, которому, скорее всего, доверяешь, то, как бы, журнал тоже, некоторый индикатор, то статья, ну, такая, достаточно должна быть хорошая, вот, ну, вот вы видите, я эту статью скачать не могу, если бы у меня, я была зашедшая под вышкинскими данными, то, скорее всего, доступ у меня был к ней, здесь, к сожалению, иногда бывают ограничения и с вышкинским доступом, ну, как бы, чаще всего, вот, он доступен, если есть ограничения, то вас перекинет на ссылку, где еще поискать, и можно тогда пытаться гуглить уже конкретную статью, которую вы понимаете, что, что вы хотите ее найти. Так, значит, что касается журналов, где посмотреть тот или иной журнал, хороший он или плохой журнал, значит, есть такой, есть, есть много разных систем, которые позволяют проверить, нет, не проверить, как бы сказать, которые составляют списки издателей, списки журналов, с позиции того, там, как они цитируются, как они выпускаются, сколько на них цитат, там, самоцитируемость, там, куча у них разных параметров, из таких вот, таких явно две системы, которые используются, это разные системы, одна из них называется Скопус, другая, Web of Science, не знаю, слышали вы про них, не слышали, ну, по Скопусу, конечно, проще отследить тот или иной журнал, потому что к нему вообще не требуется никакого такого авторизованного доступа, вы заходите по ссылочке cmogger.com Можете, если хотите себе скопировать, ну, оно, так сказать, Science Magazine of Journalism, как-нибудь так, я думаю, эта аббревиатура составлена, не вникала, честно говоря, но я так для себя запомнила, чтобы каждый раз не искать ссылку, и здесь можно посмотреть, что из себя представляет, как бы, тот или иной журнал, ну, например, вот тот, который мы только что видели, Economics and Economics Behavior, сейчас, я к окончании помню, а начало не помню, это журналы, как-то так по-моему, как-то пишется, так, ага, без Economics, да, на конце Games, ага, Джозеф, там именно так и есть Games, может, я слово Behavior плохо написала, ну, давайте Games and Economics ставим, да, да, Behavior без буковки U на конце, да, ничего себе, так, 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 проходим этот журнальчик, значит, во-первых, мы с вами видим, что, 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 он выпускается с 89 года, и по 2021 он тоже выпускается, просто здесь, как бы, статистика копится, как бы, срез за предыдущий год идет, поэтому указывается предыдущий год окончания, вот, значит, его H-индекс, и здесь должны быть также его, его квартиры, вот здесь вот, значит, получается, что этот журнал, он выпускает статьи в двух областях, Economics and Economics, и финансы, и вот при наведении на вот эти вот поля зеленые, мы с вами видим, что высвечивается Q1, это самый высокий квартир, который может быть у журнала, всего четыре квартира, первый, и как бы самый хороший, второй, тоже хороший, но похуже, третий, еще попроще, четвертый, ну, такой самый, самый меньший квартир, вот, ну, естественно, еще может быть ситуация, когда журнал не попал в базу данных, и он вообще в ней не, как бы, не, не квартилизуется, не знаю, есть ли такой глагол, вот, но такое тоже бывает, если журнал только начинает, и работу, или просто, если он не зарегистрирован, лучше, конечно, забирать статьи журналов, которые, индексируются, вот, либо в скопус, вот здесь вот, либо, либо веб-ов-сайенс, мы посмотрим тоже веб-ов-сайенс, значит, дополнительно, ну, например, если вы планируете где-то публиковаться, да, вот, например, если вы планируете публиковаться, как вы будете, как вы будете действовать, расскажите-ка мне. напишем статью, после какого-то исследования, потом журнал, она отправляется на проверку, как бы, на качество, и если они принимают, то, наверное, дальше они как-то публикуют. Ага, хорошо, а как вы журнал будете выбирать? Я не знаю. Ну, вот как раз-таки через кодекс. Главное, это написать статью, а потом уже нужно думать, проблемы решаем по мере их поступления. На самом деле, я бы рекомендовала все-таки сначала, хотя бы, приглядеться к журналам, которые вот в этой тематике публикуются, потому что у них, как бы, бывают свои требования к авторам, и более того, иногда, как бы, некоторые из них просят, не знаю, какую-то методологию представить, там, ее в конец отнести, или там, свои результаты писать определенным образом, поэтому, если вы понимаете, что у вас вот-вот уже готов какой-то результат по какой-то тематике, то, во-первых, вы идете смотреть, какие, какие журналы есть по этой тематике, во-вторых, я бы, наверное, запустила поиск, ну, даже вот в той же Science Direct, по интересующей тематике, потому что, вот здесь вот я вижу, меня, например, интересует Шепли-Вэлью, ну, допустим, не за авторством Шепли, а просто Шепли-Вэлью, то я могу тут отследить те журналы, которые, которые, во-первых, индексируются, индексируются, вероятно, ну, я все равно проверяю обычные журналы, то можно напороться на что-нибудь, по крайней мере, можно отследить авторов, вот, и можно отследить журналы, и вот, если посмотрите, они очень часто, как бы, такие, представляют из себя, как это сказать, господи, слово забыл, вылетело из головы, некоторую, как бы, группу, то есть, скажем, по теории игр, там, определенная группа журналов, там, не знаю, по экономатике, другая группа журналов, естественно, есть пересечения, там, не знаю, по алгоритмам, там, третья группа журналов, пересечения есть, ну, как бы, вот, рекомендую посмотреть, если вы где-то планируете публиковаться, посмотрите, где до вас по схожей тематике публиковались люди, и начните, например, с исследования, ну, вот такого журнала, вот, например, я вижу, не знаю, переформулирован вектор Шепли, как решение игр с интервальными выигрышами, вот, ну, смотрю, что есть журнал Operation Research Letters, и вот здесь, и вот смотрите, вот здесь, вот, мне уже более-менее авторы там что-то говорят дополнительно, когда начинаешь работать, они могут ни о чем не говорить фамилии, поэтому надо, надо проверять, вот, ну, давайте посмотрим, например, вот, соберусь я публиковаться, увижу, что много людей публикуется по схожей тематике в Operation Research Letters, то есть, скорее всего, там есть специалисты, которые разбираются в этой же области, смотрим, что там с этим журналом, как бы ему вообще имеет смысл доверять свою работу, или нет, ну, и, конечно, надо понимать, что если вы только начинаете публиковаться, то уже вновь первого квартиля достаточно сложно пробиться, потому что у вас должна быть какая-то совершенно выдающаяся работа в этом плане, ну, или ваш научно-рекватиль должен иметь солидный вес тоже в мире. Я вижу, что он публикуется по следующим тематикам, прикладная математика, там, что-то связанное с Operation Research, software тоже здесь есть, прекрасно, значит, смотрю, что там с квартилями, по прикладной математике я вижу, что квартиль второй в последние годы был, по Industrial Engineering, получается, Q1, ну, и так далее, да, и вот я, например, понимаю, что все статьи, которые мне попадаются, они так или иначе из журналов, которые по, ну, не знаю, по Applied Mathematics я могу себе дополнительно оцеледить, кто вообще, в принципе, есть в Applied Mathematics, кроме этого журнала, который я сейчас углядела, сейчас давайте, ну, во-первых, я дам здесь ссылочка на похожие журналы, тоже можно на них пройти, посмотреть, здесь, давайте откроем, надеюсь, тут ничего плохого не будет нарисовано, ну, и ничего полезного тоже, честно говоря, ну, на первый взгляд, может быть, конечно, если вчитаться, тут что-то важное будет, сейчас закроем, сейчас, ну, вот, если вы какой-то журнал видите, в общем, вы можете, можете в поисковик зайти, и посмотреть, что там у него с историей, если вы соберетесь публиковаться, то, получается, можно уже присматриваться к требованиям, к авторам журналов, ну, давайте попробуем этот журнал отследить, значит, Country Germany, значит, сейчас, секунду, Publisher, это Physica Berlag, да, получается, давайте зайдем, правда, это уже не Operation Research Letters, это вот тот, который похож на, 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 на предыдущий, значит, сейчас, я зря так сделала, сейчас, Homepage, мне, наверное, проще так, так пройти, этот Homepage, и How to Publish in this Journal, да, ну, давайте сначала на Homepage перейдем, этот журнал, и, как бы, он тоже хороший, вот, значит, приходите на журнал, смотрите, пожалуйста, кто там редактор этого журнала, и посмотрите, ну, вот, AimeScope тоже, конечно, смотрите, посмотрите редколлегию, и, в принципе, рекомендую посмотреть, и до выпуск того или иного журнала, не должно быть так, что журнал публикует, например, работы и по физике, и по математике, и по экономике, и по биологии, и по всему, это, ну, нехорошо, то есть журнал должен быть заточен под какие-то конкретные области, и не бывает так, что в нормальном журнале публикуются, просто по, как бы, всякой тематике, какая бывает, как угодно, вот, поэтому отследите, чтобы темы выпусков были посвящены какой-то одной теме, не было бы каких-то странных отклонений. Значит, я перешла на сайт журнала, вижу импакт-фактор, как бы, чем он выше, тем лучше, ну, один, это, на самом деле, нормальный импакт-фактор, вот, скорость публикации тоже бывает немаловажная величина, то есть вы понимаете, что, как бы, первый раз вам пришлют письмо через два месяца, и это first decision, это будет, как бы, как это сказать, то есть процесс протекает обычно таким образом, вы отправляете статью, там, прикрепляете в системе, там, обычно у каждого нормального журнала есть своя система, куда вы прикрепляете статью, после этого вам отвечает редактор, что, ну, да, как бы, ваша статья тематически подходит, ну, то есть он такую первую оценку делает вашей статьи, как правило, этот ответ быстрый, буквально там, он один-три дня занимает, значит, вот эти 58 дней говорит о том, что после того, как ваша работа будет отправлена, то есть ее редактор примет к рассмотрению и отправит, отправит рецензентам, вот, между, как бы, здесь срок будет 58 дней в среднем, в среднем, может быть чуть меньше, может быть больше, вот, ну, и вы видите, что почти год уходит на то, чтобы статья была принята к публикации, потому что через 58 дней в среднем приходит результат от рецензента, рецензенты вам говорят, что там у вас, вот, в вашей статье, там, тут не так-то, здесь надо уточнить, здесь надо дополнить, ну, как правило, то есть какие-то правки возникают, бывает, что серьезные правки возникают, после этого вы можете их, если вам разрешают, то есть бывают такие правки серьезные, что вас просто от работы отклоняют, и там надо как-то значительно их переделывать, бывает, что правки серьезные, но как бы вам дают время на их справление все равно, и вы можете тем временем воспользоваться, но бывают какие-то легкие ситуации, когда правки, это minor revision требуют, но тем не менее, это занимает тоже время, так вот, вы получаете, там, например, получили результат, что вам дают возможность внести правки, там, ответить рецензенту, вы подсылаетесь в новую работу, через некоторое время может прийти снова рецензия вашей работы, что нужно еще вынести еще какие-то правки, вот, в среднем на всю эту процедуру уходит 353 дня в этом журнале, поэтому, как бы, когда собираетесь публиковаться, пожалуйста, просматривайте вот эту вот вещь, конечно, чем этот срок меньше, тем лучше, но тут можно попасться в ситуацию, что вы публикуетесь в журнале, который, ну, бывает такой open access, то есть вы платите денежку, и там, как правило, срок публикации выше, но тут нужно просто проверять обязательно качество журнала, чтобы оно было действительно хорошим, то есть, чтобы ваша работа вышла быстро, но в хорошем журнале, пусть даже он может быть open access, ну, даже вот у этого журнала есть open access, там, скорее всего, срок публикации может быть быстрее, но, тем не менее, все рецензентские шаги, они обязательно будут, вот, в нормальном журнале. Так, хорошо, ну, проверяем тогда, вот Volvo, чего там у них с выпусками, ну, например, посмотрим за февраль 21 года, февраль 21 года, шесть статей, так, вот здесь что-то, связанное с выпуклостью, какого-то типа игр, значит, численный подход к решению consumption portfolio problem, с чем-то, да, с предсказанием, в определенных характеристиках, вот, ну, в общем, тематику просматриваем, ну, я тут вижу, что, в принципе, тут есть что-то связанное с играми, что-то связанное с, с подходами в задачах исследования операций, вот, ну, поскольку этот журнал, он сам по себе, если смотреть его квартире, он нормальный, то, ну, и здесь они в рамках, как бы, ну, не могу сказать, что прям узкого одного направления, но в рамках исследования операции находится все это, вот, можно поглядеть в какую-нибудь статью, что она из себя представляет, ну, здесь он, конечно, мне не даст посмотреть целиком, но он мне даст, наверное, преамбулу посмотреть, так, сейчас он прям, я требую тут мне править, так, сейчас не хочу ничего принимать, значит, авторы я вижу, вижу, сколько страничек в среднем, вижу, как сослаться, вижу, что есть уже одна цитата, хотя работа очень свежая, 21-го года, вижу, вижу, abstraction, introduction, ну, и главы, и главы этой работы, вот они здесь у нас есть, из чего они состоят, conclusion, замечания, ссылки, благодарности, аппендикс также есть, и так далее, фигуры, которые в этой работе есть, ссылочки, на кого идет ссылка, давайте download pdf, я думаю, что мне не даст загрузить, да, он предлагает мне купить, зайдя под аккаунтом вышки, я думаю, что у меня доступ к этой работе есть, ну, по крайней мере, вот к этому журналу, я точно помню, что тут скачивало какие-то работы, и у меня доступ к, как бы, каким-то другим работам был, наверное, к этому, к этой работе тоже будет, если бы я была в ней, заинтересована работать с ней. Так, хорошо, значит, посмотрели тогда вот эту вещь, значит, допустим, мы приняли решение, что, да, хотим, вот, хотим работу опубликовать в этом журнале, значит, смотрим, обратно возвращаемся на сайт журнала, сейчас, где тут у меня ссылочка на сайт, на сайт журнала, сейчас попробую через шаг назад, по крайней мере, это сделать, mathematical methods, значит, editorial board с неправильным ударением, вот, мы видим, кто, кто это есть, да, и я еще рекомендую посмотреть, потому что, ну, иногда знаешь, как бы, и знаешь, о чем публикует тот или иной автор, и если он есть водитель обор, ты, ну, хотя бы ожидаешь, в какой области он будет работать, то есть, например, если я работаю в теории игр, то я полагаю, что моя работа, вероятно, пойдет, ну, вот, либо вот этому человеку, либо, ну, я могу предполагать, конечно, такой начальный редактор, который будет принимать решение, Петер Зюдхолта, да, вот он занимается кооперативными решениями, вероятно, будет работать с этой работой, и дальше там он, будет организовывать все процессы, связанные там с поиском рецензента, и, и в случае спорных, спорных моментов, принимать решение, ну, например, если там один рецензент принимает, присылает, что все плохо в рабочей, надо переделывать, вот, и никак нельзя сейчас принять работу, другой пишет, что, да нет, в целом ошибки есть, но, как бы, работа интересная, то тот, ну, как раз тоже может принять решение, со своей стороны, то есть, это как бы тот специалист, который в этой области разбирается, поэтому по аудиторию борт можно смотреть, в принципе, как бы, есть люди, о которых ты знаешь, в какой области они работают, или нет. Так, значит, Submission Guidelines для авторов, вот он висит. Ну, честно говоря, я обычно прям очень внимательно читаю все инструкции, редко, по мере возникновения тех или иных вопросов, но вот если вы более фундаментальные люди, то я, конечно, рекомендую прочитать, но просто сначала начинаешь честно читать, там так много всего написано. Вот, мы видим Title Page, что должно из себя содержать, там, Abstract 150, 250 Word, то есть, если я понимаю, что у меня статья из чего-то состоит, то я просто смотрю ограничения, какие должны быть, сколько должно быть кейвордсов, ключевых слов в работе, вот, ну, и вот в частности бывает, что там статьи, если у вас, например, несколько авторов пишут работу, могут попросить указать, кто за что, вот в какой работе отвечал, оно-то редко, но встречается, по-моему, в кстати, чаще стало встречаться. Значит, текст, мы видим, что для изначального сабмишн, мы требуем просто файл со статьей, вот, вот, и на этапе, когда работа принимается, вот уже в работу, то есть, вы получили кучу отзывов от рецензентов, отработали их, вот, то, как бы, тут уже просят вас представить в лотехе, ну, я, честно говоря, сразу готовлю в лотехе, и вот здесь вот есть ссылка на, на соответствующий стилевой файл, давайте пройдем по этой ссылочке, так, 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 хорошо, ну, вот я тогда вижу, что вот если бы я планировала писать работу в этом журнале, значит, мне нужно было бы воверлив вот это все скачать, ну, да, мы видим, мы видим по-прежнему страничку тоже, тоже, сейчас, секундочку, давайте тогда я снова покажу, так, еще раз вот так вот, да, сейчас, наверное, вы видите, да, внутренность этой папки? Теперь да. Ага, да, получается, что если я планирую вот свою статью набирать в тихе, я уже вот более-менее определилась с журналом, вот, ну, конечно, надо проглядеть, что от моей статьи хотят, но у меня вот здесь есть темплейт, которым я могу установить, и в нем, в принципе, можно набирать статью. Сейчас давайте я его открою в блокноте. Видно сейчас, да, что открылось или тоже не видно? Видно. Видно, ага, хорошо. Так, ну, тогда вот в этой части, которая, 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 которая здесь есть, есть, ну, begin document, title, вы вводите название статьи, ну, здесь под подсказки есть, там, введите свое название здесь, там, благодарность, если у вас есть какие-то гранты, сабтайтл, тоже, если нужен, то здесь указываете информацию об авторах, первый автор, второй автор, ну, вы заменяете на информацию по себе, ну, и так далее, то есть, да, вот здесь вы уточняете, там, институт, телефон, если нужно, там, какие-то вещи, которые не нужны, вы можете удалить, если они потребуются, вам на этапе последних правок попросят их ввести. Received, accepted, я так понимаю, что это, как бы, не автор заполняет, а уже со стороны издательства идет эта работа. Значит, begin abstract здесь вставляется, соответственно, формат приведен, через, через end надо здесь вставлять ключевые слова, introduction, короткое название для introduction, чтобы можно было на него ссылаться, здесь, собственно говоря, сам текст, опять же, section, название секции статьи, короткое название, на которое можно сослаться, и у вас вставится номер просто секции соответствующей, но номер или название, там, зависит от настроек журнала, как это указано. Опять же, коротко упоминается, как набирать уравнение через equation, а не через доллары. Если формула на отдельной строке, вот, там, как фигуры оформляют, здесь вкратце тоже есть примеры. Ну, я обычно эти вещи вот переношу в конец статьи за end-документ, и потом, где мне нужные куски возникают, то я их оттуда беру, ну, по крайней мере, в части вот фигур, таблиц и прочих вещей. Там понятно, что там, где тело статьи, ты просто вставляешь те куски, которые у тебя есть. Вот. Аккноледжмент здесь закомментирован, сами видите, если нужно кого-то поблагодарить, здесь можно его раскомментировать и написать благодарности. Вот. Вот. Соответственно, вот эту вещь скачиваем, и эта вещь, она не будет работать без стилевого файла, потому что, если вы посмотрите, у меня здесь должна быть отсылка к стилевому файлу. Сейчас давайте поглядим. На-на-на-на. High Contents. Да, вот здесь вот документ-класс, он пишет не Bimmer, как для презентации, не Article, как для стандартных статей, а пишет формат, вот, CVJUR3, чтобы компилятор понимал, что в каком формате обрабатывать, соответственно, теховский документ, вам нужен CVJUR3, CLS, стилевой файл, конечно, CLS заканчивается, нужно тоже закачать в Overleaf. Вот. Ну, Readme-текст можно не закачивать, но можно прочитать, можно гид также посмотреть, он здесь дополнительно, в общем-то, структурирован хорошо, можно к нему обратиться и поглядеть. Поэтому вот, когда отобрали какое-то издательство, какой-то журнал, то имейте в виду, что вот у каждого журнала есть свой стилевой файл, если журнал из большого издательства, то, как правило, этот файл стилевой, на все журналы распространяется. Ну, вот, в общем, здесь все рассказывается, но многое просто интуитивно понятно, пока заполняешь. Если в чем-то сомневаетесь, делать больше или меньше, например, идет запрос на, ну, например, на конфликт интересов, да, там вот был, я, например, не припомню, чтобы его нужно было заполнять именно в самой статье, то есть, когда вводишь статью в эту издательскую среду, то там есть такая графа, и ты потом отдельно пишешь этот конфликт интересов, с кем, вот, как бы, кого бы ты не хотел, чтобы, там, тебя рецензировали, потому что там есть какие-то, может быть, либо работаете вместе, потому что там, например, нельзя, чтобы рецензировал человек, который, с которым ты вместе работаешь, вот, то об этом как раз можно, можно написать. Так, 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 это я тогда сейчас закрою, это я закрою, значит, это тоже закрою, темплейт, так, ну вот, в общем, это надо в Overleaf скачать, и тогда теховский файл вы компилируете, и он вам, в связи с этим стилевым файлом, будет выдавать результат, там, с таким заголовочком, какой-то статьи, там, со всеми ссылками, с носками, вот, и вот с этим файлом вы тогда, получается, можете работать. Ну, что касается загрузки статей, то, перейдя на тот или иной журнал, ну, вот, и перейдя на research letters, он как раз внутри Альзавира находится, поэтому, поэтому, здесь вот есть Альзавировский, как раз тоже гид для авторов, submit your article, да, вот здесь, получается, можно, можно перейти, и тут тоже инструкции для авторов, в общем, если очень хочется публиковаться, то так или иначе, эти инструкции, набредешь на них. В последнее время очень часто тоже стал использоваться подход, что ты сначала статью отправляешь, ну, просто отправляешь в том виде, в котором ты ее написал, ну, там, со всеми ссылками, понятно, потому что, если вы на что-то ссылаетесь, то, все ссылки должны быть в статье, там, то есть названия, там, авторы, они уже жестко заданы, вот, ну, то есть сначала ты можешь оформить так, как ты это видишь, а потом на этапе того, как у тебя статья принята, тебе высылают правки, которые ты должен обязательно внести, и ты уже в соответствии, как бы, с политиками журнала их вносишь. Это очень удобно, потому что, как бы, если тебе отказывают публикации, а ты провел уже кучу времени на то, чтобы, в соответствии со стилевым файлом, статью причесать, там, какую-то дополнительную информацию дать, то, как бы, здесь ты вот этого времени не тратишь, ну, на это в реальной стиле не уходит, на то, чтобы со стилевыми вещами разобраться. Вот. Ну, что касается особых требований, то я бы все-таки, чтобы вас просила всегда смотреть, пусть будет принять куки хорошо, ну, вот как раз подход Your Paper, Your Way, это вот ты пишешь в том формате, в котором тебе удобно, отправляешь журналы, если все одобрено, то ты потом только делаешь в том формате, который журнал требует. Значит, Preparation, да, то есть посмотрите New Submission, что, как бы, в целом, когда вы по диагонали проглядите, какие статьи от вас, какие части статьи обязательно должны быть, чтобы на этом этапе не прогореть, вот, потому что это, как бы, такая часть обидная, из-за которой, ну, жалко, что тебе могут отказать. Так. Да, тоже вот ссылка на VATCH, значит, и вот LSA-тикл стилевой файл, вот, тоже его скачиваете и можете с ним работать. У Overleaf, в принципе, у основных издательств уже стилевые файлы закачены, можно их дополнительно не закачивать, но если сливаете и закачаете, хуже-то не будет. Так, по проблемам, которые, так, ребята, я сейчас начинаю задерживать, сейчас я отпущу вас, по проблемам, которые возникают с русскими издательствами, если вы в русские издательства отправляете статью и там требование к VATCH уйдет, то там бывает, что русский текст плохо вставляется в Overleaf, ну, если такое будет, напишите, я вам подскажу, как быть, сейчас я не буду уже в последние три секунды пытаться успеть, вот, можно открыть в блокноте, там, нужно кодировки сохранить и загрузить в Overleaf, будет нормально все отображаться, русский шрифт без проблем. Так, тогда на этом пока что мы с вами закончим, если есть какие-то вопросы, на которые я, может быть, как бы для себя считаю понятными, а для вас они, может быть, непонятны, есть какие-то? то есть и все-таки, то есть мы же как-то, там, по-моему, нужно UT8 закачать в Overleaf, чтобы с русским текстом нет? Ну, да, либо, там можно и в другом формате, но тогда вот в начале стилеофайла она будет указывать, что это не там с кодировкой, не с UTF-8, а с какой-то другой, да, поэтому в идеале лучше открыть, сохранить в UTF-8 и загрузить туда в UTF-8, просто по умолчанию, например, он может открыть в какой-нибудь другой кодировке, и при загрузке в Overleaf это будут такие, знаете, карказябринские буквы такие, будут не русские, не английские шрифты, будут символы просто, да, поэтому просто надо обязательно пересохранять в нужном формате и при переносе в Overleaf убедиться, что у вас нормальный русский язык, вот уже во время вставки отображается, он как бы будет сразу видно, хорошо отображается или плохо отображается, если нет, то проблемы с кодировкой просто возникают, и можно пересохранить, там, ну, в том же самом блокноте нормально пересохраняется и загрузить в правильном формате. Так, я вам не показала Web of Science, но я думаю, что вам на начальном этапе хватит просто вот скопуса вот этого Simogosure, чтобы просматривать те или иные журналы, там скалеревать на английском немножко сложнее работать, там нужен именно доступ от вышки, чтобы смотреть на журналы. Ладно, все, спасибо огромное, тогда мы с вами на связи пребываем. Значит, вы пока что выполняете ИДЗ, да, помните, что до, там, 10 или 11 апреля у вас срок. Если есть какие-то вопросы, пишите, в общем-то могу периодически раз в неделю какую-то консультацию проводить, если есть необходимость. Вот, а так, а так на связи пребываем. С меня следующий ИДЗ получается и к контрольной работе, я думаю, что будут в конце апреля какие-то подготовительные материалы для вас, чтобы вы могли потренироваться. А у нас с вами пары будут в следующем семестре, верно? Их всего три штуки и в общем-то они пока что ожидаются, что будут контрольными парами, то есть первая пара, которая будет по моим ожиданиям, она должна быть в конце апреля, в начале мая, это контрольная работа. И последние две пары, это вы представляете статьи, как правило, это в начало июня встает, и там вы как раз делаете презентацию статьи, разбираетесь с ее составом и рассказываете. Ну и там я вопросы какие-то задаю и на основе этого там две пары как раз уходят, потому что у вас где-то восемь команд на группу приходится и там каждому минуту 15 уже как будто как раз две пары и получается. Окей, то есть по вопросам мы вам пишем, если у нас их много собирается, вы можете провести консультацию, да? Да, 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 да. На некоторые вопросы просто надо бывает дольше отвечать, быстрее в очном формате очень дистанционно встретиться и ответить. И я этот файлик тоже по Лемке Хоуссен тоже посмотрю, тоже выложу свою версию, как я ожидала это увидеть, ну в смысле от себя ожидала бы. Вот, ну можете тоже попытаться, потому что полезно эти навыки вырабатывать, поиска и лазанье по базам данных. Так. И можно еще последний вопрос? Да, у кого уже вопросов нет, можете спокойно отключаться. Спасибо, что работали сегодня на паре. Так, да, Николай, давайте ваш вопрос. Как он пишется? Он Калай Смородинский? Он пишется Калай, сейчас давайте, я напишу в этом Science Direct, как раз должны выпустить его статьи, сейчас раздерюсь экраном. Просто Google, ну как бы ничего мне не сказал на эту тему. Давайте посмотрим, посмотрим с вами, потому что известные ученые Худ Калая. Давайте так, попробуем сейчас на русском языке просто написать. Так, я правда не уверен, что я и худ правильно напишу. Худ Калая, ну вот что там будет предложено тут. Вот, 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 вот он. По крайней мере, вот я думаю, что в Википеде его имя, фамилия правильно написано, да, да, я честно говоря, думал, что он израил, он все-таки, они, это Соединенные Штаты и Израиль. Да, 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 не за что смородинский, по-моему, так и пишется, смородинский, ну, да, да, вот, вот, все хорошо, да, Николай, да, тогда, если есть вопросы, то еще, то можете задать. Кажется, нет, спасибо. Ну, если что у нас на связи, да, если будет, то пишите. Да, Виктория, да, спасибо большое, что вы сегодня провели работу к сегодняшней паре по, по, по Лемке, Холлсом, алгоритмы. Мы старались. Да, 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 ну, ладно, все хорошо, отпускаю вас тогда, спасибо. Ага, до свидания.